Субтитры создавал DimaTorzok Прокуратура отрицает сам факт наличия повреждений на теле Это 100% политическое убийство Тем более Дулат Агадил оппонировал и всегда говорил, что власть должна поменяться Таджикистан идет на выборы В воскресенье состоится голосование в парламент Граждане страны до сих пор не знают, кого они будут выбирать Все, что нужно знать перед выборами в нашей сегодняшней программе Я знаю, что завтра вроде бы выборы, а кого выбрать решу уже на участке Коронавирус шагает по планете Новые очаги заражения В карантин помещены лидеры некоторых государств Эксперты предсказывают глобальный экономический кризис Если поставки прекратятся и производство в таких странах, как Китай, будет приостановлено То оно остановится также и в других странах, например, в Германии В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкесской студии Я Шавкатургаев, здравствуйте В Казахстане правозащитники требуют от власти тщательного расследования смерти Дулата Агадилы Накануне в соцсетях появилась видеозапись, на которой показано тело оппозиционного активиста Со следами возможных пыток На эту запись сразу же отреагировали в столичной прокуратуре И там полностью отрицают факты избиения Агадилом В ситуации разбирался Ярнур Дозжанов Видео тела покойного Дулата Агадила стремительно разлетелось по соцсетям и мессенджерам Люди начали активно возмущаться увиденным Из этических соображений мы не можем показать видеозапись без ретуши В кадре несколько мужчин, проводивших ритуал омовения, снимают некоторые части тела При этом комментируют, что на трупе есть синяки и ссадины Вот тут всё посинело, всё плечо синее После появления ролика правозащитники стали заявлять, Что активиста, вероятно, избили до смерти Видно, что телесные повреждения характера такой, что его таскали То есть через даже одежду, царапины на нём Ну, то, что сам он не мог нанести себе такие телесные повреждения В генпрокуратуре сразу же поспешили отвергнуть эти обвинения Там утверждают, что Дулата Агадил умер своей смертью А пятна на теле появились вовсе не от побоев В видеоматериалах указывается о наличии трупных пятен, которые представляются как телесные повреждения Со своей стороны хочу обратить внимание, что трупные пятна являются признаком биологической смерти Говоря медицинским языком, пятна возникают после прекращения сердечной деятельности И могут появиться уже спустя один час после наступления смерти Между тем, родственники оппозиционного активиста сегодня обратились в прокуратуру Они требуют наказать людей, снявших и распространивших видео с телом покойного По их словам, это кощунство А вот о причинах смерти Дулата Агадила родственники говорят неохотно Я не оставлю это безнаказанным У него же остались маленькие дети Если они увидят это видео, что с ними будет? Мы уже видим, что это инфаркт Значит, довели до этого На сердце он никогда не жаловался У него болели только почки Может, пил, может, не пил Может, подставили Мы не знаем об этом Другие активисты нисколько не удивлены возможными следами пыток на теле Дулата Агадила Говорят, многие проходили через это Молодой алматинский активист Биржан Тулюбекулы рассказывает на своем примере, как именно допрашивают их полицейские Вначале они пытаются поговорить, потом бьют И так несколько раз Таким образом, они хотели сломать нас психологически Бьют в основном по почкам и спине Есть даже фотографии, где у меня спина вся в синяках Последствия этих побоев чувствуешь потом несколько месяцев Тем временем адвокат покойного Дулата Агадила намерен требовать эксгумацию тела По его словам, нужно дополнительное расследование, чтобы понять, действительно ли на теле трупные пятна или это следы побоев Адвокат теперь ждет ответа от родственников активиста Эксгумацию можно провести только с их согласия Ернур Душанов, Ганизато Спанов, Павел Энгельгард Настоящее время Азия, Казахстан Казахстанская правозащитница Бахачан Таригожина считает, что смерть оппозиционного активиста Дулата Агадила – это политическое убийство Во-первых, Дулата Агадил – политический активист Он оппонировал властям Он убит руками тех, кто служил этому государству И убит самым синичным и наглым образом с целью запугивания И умер в следственном изоляторе Это 100% политическое убийство Тем более Дулата Агадил оппонировал и всегда говорил, что власть должна поменяться Он поддерживал программу демократического выбора Казахстана Он никогда об этом не скрывал И его смерть, его убийство – это чисто политическое убийство Правозащитница также уверена, что виновные в смерти Дулата Агадил должны быть привлечены к ответственности Начиная с тех, кто задержал активиста и заканчивая высшим руководством МВД Казахстана Правовые государства, раз уже знают имена, фамилии, они должны немедленно их арестовать Немедленно должен быть арестован начальник колонии Колонии или изолятор, следственный изолятор или изолятор временного содержания Где он, фактически, уже они констатировали факт смерти Должен быть задержан дежурный, который в эту ночь дежурили И якобы с их слов, что ему было плохо, и он там просил врача, и они на это не реагировали Они должны быть задержаны И, конечно, уже задержаны вот эти четыре человека, которые находились с ним в камере Так как они являются либо свидетелями, либо они действительно являются те, кто его избивал Во всяком случае, на них должно быть возбуждено еще одно уголовное дело То есть правовой и, конечно же, так как это творится в ведомстве министра внутренних дел Министр внутренних дел должен немедленно подать в отставку И на всех них должны быть заведены уголовные дела Я лишь отмечу, что зампрокурора Нур Султана Елдоски-Ламжанов Еще раз озвучил официальную версию причины смерти Дулата Агадзила Это сердечно-сосудистая недостаточность И окончательное заключение судебной экспертизы будет представлено в кратчайшие сроки По результатам лабораторных исследований, заявил зампрокурора Он также призвал, цитата, воздержаться от поспешных выводов и не распространять недостоверную информацию К другим темам власти Австрии экстрадируют на родину таджикистанского политического активиста Хизбуло Шавали Зода Ему было отказано в предоставлении убежища С 22 января он находится под стражей Таджикистанская оппозиция за рубежом призывает в Вену не выдворяя Шавали Зода Поскольку на родине его могут подвергнуть несправедливым суду и пыткам Диссидент Васидин Одинаев в интервью радио ОЗОДИ сообщил, что активист прибыл в Австрию около года назад И попросил убежище, но он не является членом каких-либо оппозиционных партий или групп Сам же Шавали Зода утверждает, что является сторонником национального альянса Таджикистана Который объединяет различные оппозиционные организации в изгнании Одинаев также рассказал, что таджикистанские власти объявили Шавали Зода в розыск И обвиняют его в экстремизме Официальный Душанбе пока не подтвердил и не опроверг эту информацию Ожидается, что активиста вышлют на родину 4 марта Последний день агитации перед парламентскими выборами в Таджикистане Уже завтра в стране объявят День тишины Мы уже рассказывали, что в стране не ощущается предвыборная атмосфера А агитация идет вяло Так собираются ли жители страны идти на избирательные участки И знают ли, кто претендует на места в парламенте В этих вопросах разбирался Ануш Ирван Ариб Жители Таджикистана в преддверии выборов делятся на три категории На тех, кто на выборы не пойдет по различным причинам Тех, кто уже определился с кандидатом и примет участие в голосовании И третья категория Это те, кто пойдет на выборы, но ничего не знает ни о кандидатах Ни о программах политических партий К третьей категории, согласно нашему опросу, относится большинство жителей столицы Информацию о том, за кого голосовать, они собираются получить на участках Где официально в этот день будет запрещена любая агитация Но такой ответ дают даже те, кто уже не раз принимал участие в выборах и референдумах в стране Я не знаю кандидатов, за которых можно голосовать на моем участке Не знаю их Я еще, если честно, пока думаю За кого-то? Да Вы знаете, кого-то с кандидатом? Нет, не знаю, поэтому не готова Дай бог разберемся Всем селом решим Я знаю, что завтра вроде бы выборы А кого выбрать, решу уже на участке Политолог Рашид Гани Абдуло говорит, что нежелание узнать хоть что-то о кандидатах в депутаты Со стороны таджикистанцев, которые все же пойдут на выборы, объяснить просто Люди в действительности уже определились и идут голосовать не за самих представителей партии или их программы А только за лидеров партии, которых знают многие годы, считает он То же самое происходит во всех странах Центральной Азии По сути дела, выборы будут, это выборы, парламент Не в разрезе каждого конкретного депутата Тем более, если там идет партийный список А идут голосовать за, грубо говоря, представителей лидеров партии в парламенте Поэтому лидер абсолютно ясен Активной агитации в стране не было Так как в итогах выборов у жителей страны сомнений нет, отметил эксперт Выборы в нижнюю палату парламента пройдут уже в это воскресенье Избирательные участки откроются в 6 утра по местному времени Каким образом избирается двухпалатный парламент Таджикистана? Сколько партий участвует на этих выборах? И почему независимые международные наблюдатели никогда не признавали плебисцит в этой стране свободным? Объясняет Джаз Гулигемберзиева Парламент Таджикистана Маджлиси Оли состоит из двух палат Маджлиси Намояндагон и Маджлиси Мили В нижнюю палату входят 63 депутата Из них 22 кресла занимают члены зарегистрированных политических партий В соответствии с результатами выборов Чтобы попасть в парламент, политические партии должны преодолеть 5% барьер Остальные 41 депутат избираются по одномандатным округам В Таджикистане зарегистрированы 7 политических партий Народно-демократическая партия Аграрная партия, партия экономических реформ, социалистическая партия, коммунистическая партия, демократическая партия и социал-демократическая партия В этом году ЦИК Таджикистана уже зарегистрировал кандидатов депутаты от всех 7 партий Количество желающих попасть в парламент в каждом из списков резко отличается Народно-демократическая партия 26, аграрная партия 13, партия экономических реформ 7, социалистическая партия 5, коммунистическая партия тоже 5, демократическая партия 4 и социал-демократическая партия 5 Маджлиси Мили в верхнюю палату парламента Таджикистана входят 33 депутата 25 депутатов национального собрания избираются из местных Маджлисов, Горнобадахшанской автономной области, Душанбе, районов центрального подчинения, а также Сахдийской и Хатлонской областях Остальные 8 членов этой палаты назначаются президентом Бывшие президенты Таджикистана являются пожизненными членами Маджлиси Мили Эмамали Рахмон правит Таджикистаном с 1994 года Два его предшественника уже скончались, так что фактически эта норма распространяется на одного человека, самого Рахмона Депутатом Маджлиси на Мояндагон или Маджлиси Мили может избираться гражданин страны не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и знающий таджикский язык Человек, не являющийся гражданином Таджикистана, не имеет права быть избранным в парламент На сегодня население Таджикистана составляет более 9 миллионов 100 тысяч человек Из них 4 миллиона 346 тысяч 415 человек имеют право участвовать в выборах С момента обретения Таджикистана вне зависимости в 1991 году в стране было проведено 5 парламентских выборов Международные организации, включая Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Никогда публично не признавали выборы в Таджикистане свободными, демократичными и соответствующими международным стандартам Накануне парламентских выборов лидера запрещенной в Таджикистане партии «Исламского возрождения» Мухиддин Кабири дал интервью Таджикскому бюро радио «Свобода ОЗОДИ» Оппозиционер в изгнании рассказал, с какой программой пошел бы на выборы, если бы пифты допустили к участию Предлагаю вашему вниманию фрагмент интервью Я думаю, в Таджикистане наступил конец взаимопонимания, единства и плюрализма в обществе И настал период движения в сторону однопартийности и диктатуры одной личности Когда в 2006 году я возглавил партию, мой старший брат, который является для меня и учителем Был главой отделения нашей партии в Душанбе Первое, что я сделал, пообщался с ним и уговорил его занять должность на порядок ниже Прочие мои родственники, которые работали в партии до моего прихода До сегодняшнего дня, когда я еще являюсь главой этой партии, не были повышены в должности Моя сестра уже 15 лет является сотрудницей молодежного отделения партии Все они были в партии до моего прихода и после моего назначения на пост главы партии Никто не был повышен, а наоборот, даже понижены в должностях Как критики или эксперты могут нас обвинять в том, что мы, как правительство Рахмона, превратили партию в семейную В то время как Рахмон пришел к власти один, а свою семью привел за собой потом Если бы мы приняли участие в выборах, как в прежние годы, нашим главным лозунгом было бы предоставление свободы народу Я пришел к выводу, что в Таджикистане у нас нет много дорогоценных металлов, нефти или газа И лозунг о том, что сначала экономика и потом демократия или свобода нам не подходит В Таджикистане, как в Грузии или в других странах, обделенных ресурсами, на первом месте должна быть свобода, демократия, а потом уже развитие экономики и социальной сферы То есть главный наш лозунг, первый шаг, дать свободу народу Смотрите далее в нашей программе Коронавирус шагает по планете Новые очаги заражения, в карантин помещены лидеры некоторых государств Эксперты предсказывают глобальный экономический кризис Если поставки прекратятся и производство в таких странах, как Китай, будет приостановлено, то оно остановится также и в других странах, например, в Германии Президент Туркменистана Гурбангулы Бердамухамедов подписал постановление, которое обязывает создать систему электронного документа оборота И открыть свои веб-сайты всем государственным ведомствам и учреждениям, муниципальным образованием, а также всем частным компаниям и индивидуальным предпринимателям, даже работающим без образования юридического лица Сайты, как следует из постановления, нужно систематически и активно обновлять Исполнить распоряжение чиновники и бизнесмены обязаны до января 2021 года, а начинать работу предписано уже в марте этого года В декабре 2019-го государственные медиа Туркменистана сообщили, что сын президента Сердар Бердамухамедов, который тогда занимал пост главы Ахалского вилаята, первым среди остальных регионов ввел электронный документооборот в систему государственного управления Через неделю после этого Бердамухамедов-младший провел встречу по обмену опытом в сфере цифровизации с руководителями других областей Мировую экономику штормит от коронавируса Аналитики корректируют ранее сделанные прогнозы и предсказывают чрезмерно низкий рост мировой экономики По числу зафиксированных случаев заражения второй день подряд лидирует Южная Корея Но большее беспокойство вызывает Иран Акрам Дакахор собрал самую важную информацию Мировые фондовые рынки лихорадят от коронавируса Европейские, азиатские и американские индексы друг за другом устанавливают антирекорды За последнюю неделю акции компаний по всему миру подешевели в цене на 3,6 триллиона долларов По данным BBC, недельные потери на рынках в США и Европе стали самыми серьезными с 2008 года Когда разразился мировой финансовый кризис Из-за падения спроса в Китае цена нефти марки Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые за последние три года Проблема в том, что вирус заставляет людей тратить меньше денег Крупные покупки, такие как машина или мебель, не совершаются Компании не инвестируют, потому что они не знают, как все будет продолжаться Если поставки прекратятся и производство в таких странах, как Китай, будет приостановлено То оно остановится также и в других странах, например, в Германии Мировая экономика падает Никто на бирже не желает неопределенности За последние сутки в СМИ появились множество новосей о заразившихся коронавирусом Или помещенных в карантин высших должностных лиц По информации иранских информагентств, у вице-президента страны по делам женщин и семьи Масуми Эптикар выявили коронавирус Чиновница госпитализирована А президент Монголии, который в знак поддержки Китая недавно совершил однодневный визит в Пекин Изолирован на 14 дней В самом Китае тем временем отмечаются повторные случаи заражения коронавирусом уже вылечившихся больных В нескольких провинциях сообщили, что некоторые выздоровевшие пациенты, которых выписали из больниц Прошли повторный тест на нуклеиновую кислоту У них выявили положительный результат Мы придаем большое значение этому вопросу Поэтому мобилизовали экспертов для проведения исследования Мы продолжаем наблюдать за этими случаями Выяснилось, что эти пациенты не были заражены другими людьми Тем временем самый большой рост числа инфицированных за последние сутки наблюдается в Южной Корее Там число зараженных превысило 2000 человек Наибольшее число больных зафиксировано среди членов церкви Синчхонджи На полночь 27 февраля мы протестировали примерно 110 тысяч человек Членов церкви Синчхонджи Это составляет примерно одну треть от общего числа последователей этой церкви Из этого числа у 1638 человек были обнаружены симптомы коронавируса Они находятся в карантине и в дальнейшем будут проверены снова Впрочем, у международных экспертов большие опасения до сих пор вызывает Иран Там смертность среди зараженных очень высокая – более 14% Власти заявили, что в стране официально зарегистрировано 245 случаев заражения и 26 смертей Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в Иране регистрируют лишь тяжелые случаи И ожидают от правительства этой страны корректировки статистики зараженных Краткий курс самостоятельной жизни в Бишкеке Незрячие кыргызстанцы сами создали проект адаптации для людей с такими же ограниченными возможностями, как и у них Идею поддержали бизнесмены В итоге те, кто еще недавно боялся выходить на улицу, сегодня уже зарабатывают деньги и становятся лучшими работниками месяца Дарья Тимофеева встретилась с участниками проекта Простая прогулка перестала быть страшной через месяц тренировок Стыдно гулять с тростью, непривычно выйти на улицу, неловко идти одному Эти фразы постоянно слышали наставники Прежде жизнь участников соцпроекта проходила в пределах дома или квартиры У всех страхи, у кого-то глубокая депрессия И не верят, что у них есть будущее Когда они начинают тренинг, они боятся, они всегда думают, что за нами кто-то будет следить или кто-то за нас будет делать А после месяца уже они начинают меняться, потому что они уже делают что-то сами Теперь в ежедневном расписании 11 человек, компьютерные курсы, чтение и письмо шрифтом Брайля, английский язык Итак, полгода с 9 утра до 6 вечера Важнейшая часть обучения – развитие бытовых навыков Тренинги ведут молодые инструкторы с теми же проблемами здоровья Они – главный пример успеха для учеников Звоню вам по поводу Нурсултана, это ваш брат, верно? Пожалуйста, вы не могли бы передать информацию о том, что позвонили с компанией Мол Эмбулак? Еще месяц назад у родителей Эльвиры был шок Девушка впервые приготовила для них ужин Теперь дочка не только ловко управляется на кухне, но и зарплаты сама покупает продукты Это очень интересная работа, мне нравится, потому что я говорила, что хотела статье или ведущей, радиоведущей Но это тоже ближе этого сфера Общаешься с клиентами, там очень хорошо Я от этой работы наслаждаюсь, можно сказать Эльвира – выпускница первого потока курсов адаптации для незрячих Сейчас она сотрудник колл-центра микрокредитной компании От мечты стать журналистом когда-то отказалась из-за неуверенности в себе Раньше выглядело невозможным не то, что появиться в радио или телеэфире, а до магазина дойти Ужасно было, я сама на улицу выхожу и стою на улицу, думаю, как мне дальше в магазин идти Они же до этого мне объяснили всю дорогу Потом я шла в магазин, у меня слезы были на глазах Потому что я в жизни впервые после потери зрения я впервые ходила самостоятельно Инициатором социального проекта стала Кыргызская федерация незрячих Поддержал идею общественного фонда ПАКЕ Там нашли средства для реализации и помогают ученикам с трудоустройством Ни один выпускник курсов работодателей не разочаровал По итогам даже первого месяца наша девушка была в рейтинге номер два То есть это хороший показатель То есть точка нашей бизнеса – это даже оправданная инвестиция И это круто, и это означает, что мы можем просто масштабировать И я даже представляю там огромный колл-центр, где работают на 50% люди, которые незрячие, допустим Сегодня впервые за 21 год Эльвира строит планы на будущее Вместе с самостоятельностью появилась и вера в себя Я хочу уже и выпадку, в квартиру взять, допустим А до этого у меня никакой цели вообще не было Вообще, в принципе, можно сказать Я свою будущую, свою жизнь вообще не видела Не могла представлять, как я могу дальше жить Ну, через 20-30 лет, что будет в моей жизни Это для меня вообще была загадкой А сейчас уже, в принципе, можно ждать хороших много чего Дарья Тимофеева, Азат Антымаков Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов И в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе Мы встретимся с вами в понедельник Я желаю вам всего доброго, до встречи в эфире 2019-й Правительство России решило восстановить полноценные научные исследования своей зоны Арктики Выделило деньги сразу на 4 экспедиции Нам удалось попасть на финальную Какие могут после этого быть речи о том, что глобального потепления нет, я не понимаю Оно есть, оно вот, налицо, факт Там очень много медведей Если без оружия, то считай, что покой Президент Кабила должен уйти Чего вы убегаете? Надеюсь, ты не ходил на демонстрации Держись от всего этого подальше А то у меня плохое предчувствие Ты забыл, какая тебя здесь угрожала опасность? Я буду сидеть тише воды ниже травы Малыш!